Вопрос развития общества. Какой цели, какими методами? Вот можете просто представить, как это могло бы быть, да, вот через какое-то время? Вот если бы мы правильно приложили усилия, вот представить, обрисовать картинку, как вы видите, как это могло бы быть в Израиле. Я бы представил это так, что существует внешняя сила, которая бы настолько смогла воздействовать на израильское общество. Что оно ощутило бы вынужденность, немедленную, непримерную, в решении задачи о цели своего существования. Если бы общество озадачилось бы этой темой, я думаю, оно смогло бы раскрыть эту тайну. То есть эту тайну? Да. Мы можем себе говорить что-то, но это все равно не осознаем, не понимаем этого. Так что я считаю, что здесь необходим сильнейший внутренний прорыв. Что общество, каждый из нас, государство, оно должно ощутить такое давление свыше, которое не позволит ему делать все, что ему заблагорассудится и считать, что в итоге все будет хорошо. Здесь очень много проблем. Мы подобны, израильское общество, оно подобно молодому человеку, которого воспитали избалованным, и который просто не задумывается о своем будущем, считает, что все обойдется. И это, конечно, может быть очень трагичным.